Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот наши поросятки. Утреннее кормление у них. Смотрите, дурочки, думают, что мамка им даст сичку пососать. Да вряд ли. Надо кушать подножный корм активней. Уже им порядка 45 дней, 50, наверное. И они уже, в принципе, полностью независимо от маминого молока. Но в то же время еще продолжают эти похудавы, свиноматка. Свинка кушает. Поросятки тоже думают, что сейчас покушают. Но это вряд ли. Эти решили выяснить, кто самый главный в семье. Причем это девочки. По конституции очень близко к Петренчикам, похоже. Это очень радует. На них уже есть покупатель, в принципе. Единственная проблема сейчас продать живым весом по хорошей цене. Рынки закрыты. Соответственно, мясо выгребается в сетях торговых, а на рынке движения нет. И торговые сети получают с бойни мяса. Поэтому такая ситуация не очень, не очень, скажем так, хорошая. цена зерна высокая. Цена на мясо не выросла. К тому же еще и спроса никакого. А, это мальчик разбирается. Самый главный. Обратите внимание, мама, мама, Петренчик, мама Петренчик. Испугались. В соседнем этом гавкнуло, и они все сразу сработали. Мама Петренчик черно-белый, нет никаких красных пятен. И он, у нее появлялись рыжики. Три рыжика. Ну, все, в принципе. Папа тоже Петрен был, но белый. Видно, у папы были дюрки намешены. Такой рыжий окрас, черно-рыжий. Это дюрка подобный, скажем так. Дюрок и Петрен очень похожи. За исключением того, что Петрен может вырасти там и 200 кг. А дюрок обычно ну, как бы, не очень хорошо растет после 120-140 веса. Дальше вес плоховато выбирает. Ирюха, дай еще полумыслию, чтобы она успокоилась. Вот, в принципе, сами видите. А еще, еще хорошее слово хочу сказать о подстилке. Сейчас у меня тут на градуснике градуснике чуть-чуть закрыл. 15 плюс. Не буду врать, на улице плюсовая где-то плюс, ну, я не знаю, плюс 1, наверное, может 0, а уже звезды. А ну, глянь, 4. Да нет, 4, наверное, не ма, утром. Будет днем, может, 4. Ну, в общем, плюсовая температура на улице, здесь вообще очень комфортно, классно. Даже, ну, из-за того, что окна открываются, полностью вентиляция открывается, нету, не потери потолки, нормально все, Я закрывал, когда большие морозы, были минус 20. Хоть подстилкой греет, но все равно сарай не очень приспособленный, не утепленный. Сразу хочу сказать, возможности построить сарай стоимостью в 3 дома у меня не было, а бизнесом заняться хотелось, поэтому вот такие, ну, это никак, ничем не мешает получать нормальный он, как видите, приплод нормальный, поросяток, достаточно качественный. Короче, поросятки, тут лучше бы их не изглазить, замечательные. Поэтому, как видите, все, все возможно, Бог желание. Подстилка у нас, глубокая подстилка от водограя, все это работает, все это функционирует, и по поводу, знаете, там я сразу боялся, что надо будет ее менять, уже третий год стоит, я не меняю, подсыпаю, она как бы проходит, проваливается вниз, ну, я не знаю, перегнивает там, бактерии перерабатывают, ее уровень становится меньше, я подсыпаю время от времени, и вот, ничего не меняется, она уже три, да, где-то года, три года в этом сарае она работает. До этого еще сарай был первый, там она на годик больше, этот я сделал чуть попозже, но факт в том, что все отлично, все замечательно. Единственный момент, надо, конечно, очень по площади, допустим, как написано, там 11,75 квадратных метра, или 2,75, я вот точно не помню, на одну голову, так и должно быть. Поросятки, когда подрастают, они трошки начинают ее, ну, их много, просто нагрузка большая на эту площадь, тут царайчик небольшой у меня, но, тем не менее, все работает, все отлично. Ну, такие вот поросятки, вот такая свинка, вот такие у нас дела. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, всего доброго.